Здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы попали на канал «Модные истории» с Натальей Ксенчак, где вы знаете огромное количество интересной и порой ужасающей информации, связанной с миром моды. Недавно в моих соцсетях появилась новая рубрика, где я отвечаю на ваши вопросы. Приходят они в большом количестве мне в личные сообщения и на ютубе в комментариях, и я стараюсь на каждое отвечать, и как раз недавно мне задали вот такой вот вопрос. Я слышала, что если на джемпере без воротника спереди по горловине вышито треугольником, немного похожим на букву Х, то это нижнее белье. Так ли это? Ответ я дам буквально через несколько секунд, но вот что интересно, этот вопрос натолкнул меня рассказать вам о происхождении некоторых деталей в одежде, к которым мы все привыкли, но откуда они произошли, зачем они нужны, мы практически ничего об этом не знаем. И действительно происхождение некоторых таких элементов окутано тайной. Зачем нужен треугольник на свитшоте? Свитшот это разновидность свитера с округлым вырезом и длинными рукавами реглан. Чаще всего свитшоты шьют из лобчатой бумажной ткани. Сейчас этот предмет гардероба стал очень популярен, и на некоторых из свитшотов под горловиной до сих пор можно встретить шов в виде треугольника. Полагаю, что именно об этом говорилось в вопросе подписчицы. Наличие такого шва на современных свитшотах не является признаком того, что это нижнее белье. В наши дни этот элемент – дань классике и первоначальному варианту свитшота. Первый свитшот был разработан в начале 1920-х годов американским бизнесменом, владельцем производства нижнего белья Бенджамином Расселом. Однажды его сын пожаловался, что ему неудобно и жарко играть в футбол в шерстяном свитере. Тогда отец разработал новый фасон свитера из хлопчатой бумажной ткани. Материал был мало эластичен и для того, чтобы свитшот было удобно натянуть через голову и чтобы он дольше сохранял свою форму, впереди и сзади под воротником вставляли треугольник. Чтобы он прочно держался, шов делали икс-образным. Сейчас ткани стали более эластичные, а примесь синтетики позволяет долго сохранить презентабельный вид. Поэтому далеко не все свитшоты имеют подобный треугольник и икс-образный шов. Зачем нужны металлические заклепки на джинсах? Сейчас редко можно встретить джинсы без такого декоративного элемента, как металлические заклепки. Джинсы без них выглядят просто незаконченными. Сейчас они служат украшением, но когда-то они были функциональной деталью. Джинсы ведут свою историю с 1853 года, когда баварский еврей Леви Штраус или Страус начал производство комбинезонов и штанов. Сначала из плотной парусины, а затем из синей саржи, которая затем стала именоваться Деним. Основными покупателями этих брюк были американские золотоискатели и горники, которым требовалось носить в карманах инструменты и добычу. И если парусина выдерживала такие нагрузки, то саржа была не такой плотной и карманы быстро рвались. В начале 1870-х годов американский портной Яков Дэвис придумал крепить на слабых местах медные заклепки, которыми обычно скрепляли конскую сбрую. Таким образом, карманы служили намного дольше. Дэвис предложил Леви Штраусу совместно запатентовать новый вариант брюк, что и было сделано 20 мая 1873 года. В начале заклепки находились не только на кармане, но еще и на гульфике. Что это такое, смотрите в моем ролике про гульфики. На гульфике заклепки продержались недолго, до 1941 года. Однажды президент компании Левайс сидел у костра и обжег свои сокровенные части тела раскалившейся заклепкой и приказал убрать с гульфика металлические элементы. В 1944 году заклепки пропали из карманов. По одной из версий, потому что они мешали сидеть, царапали мебель и седла. Позже заклепки все же вернулись на карманы, правда уже в качестве украшения. Сейчас можно встретить джинсы как с заклепками на карманах, на передних и задних, так и без них. Почему подошва обуви от Christian Louboutin красного цвета? От некоторых стилистов можно услышать, что красная подошва на обуви является признаком безвкусицы и вульгарности. Но только не в том случае, если это настоящая пара обуви от Christian Louboutin. Красная подошва стала фирменным знаком отличия бренда, от чего можно было бы подумать, что Christian Louboutin является ее изобретателем. Но это далеко не так, и интересно узнать, что красная подошва изначально была заимствована у военных. Моду на туфли с красными каблуком и подошвой ввел еще в XVII веке Людовик XIV. Эту идею он подсмотрел у персидских кавалеристов, посланцев Шаха Аббаса I, которые прибыли с дипломатической миссии в 1599 году в Европу. Стоя в стремени на каблуке, кавалеристам было легче удерживать равновесие, доставать лук и стрелы во время боя, а красная подошва означала принадлежность к воинскому сообществу. Эта идея пришлась по вкусу придворным Людовика XIV, а красный каблук и подошва стали символом дворянства. После Великой Французской революции использование красной подошвы сошло на нет. О ней вспомнили в 1990-х годах, когда молодой дизайнер обуви Christian Louboutin задумался над изюминкой для одной из своих коллекций в сегменте Preta Porte. Ему хотелось придумать что-то оригинальное, что выделяло бы его произведение от работ других дизайнеров. Случайно его взгляд упал на ярко-красные ногти помощницы. Моментально ему в голову пришла идея перекрасить подошву обуви в красный, что он и сделал, одолжив у девушки лак для ногтей. Тогда коллекция имела оглушительный успех, а красная подошва стала использоваться Louboutin в качестве фирменного знака. Впрочем, эту идею используют и другие дизайнеры, кем Louboutin неустанно разбирается в судах и не всегда в свою пользу. Хотя использование красного цвета подошвы он запатентовал в 2008 году, до сих пор возникают споры, имеет ли право Christian Louboutin приписывать себе изобретение красной подошвы. Откуда на шапке взялся помпон? Один из самых популярных головных уборов для зимы это вязаные шапки. Но наиболее любимыми для многих являются шапки с большими пушистыми помпонами. Насколько я могла заметить, и этой зимой подобные носили даже мужчины, несмотря на то, что помпон создает такой забавный игривый образ. Эти шарообразные украшения могут изготавливаться из меха, из пряжи или других ниток, и выглядят они действительно очень и очень мило. Кстати, вот лично мне шапки с помпоном не очень нравятся, но зато я очень люблю береты с помпонами. Но давайте узнаем, откуда же на наших головных уборах взялись эти очаровательные пушистики. Свою историю помпоны берут из древности. Ими украшали традиционную одежду и обувь турки, итальянцы и даже русские. В 18 веке помпоны перекочевали на головные уборы русских военных и служили они знаками отличия. Простые солдаты носили одноцветные помпоны, а унтер-офицеры двухцветные. А вот французские моряки использовали красные помпоны на белых шапочках с другой целью. Они оберегали голову от ударов о низкий потолок корабельного помещения. Кстати, сохранился этот элемент в униформе французских моряков до сих пор. А в 1960-х годах помпон переместился на головные уборы футбольных фанатов Великобритании. Тогда, как и сейчас, нередки были драки после матчей. И помпон должен был, видимо, защитить голову от ударов. Современный помпон, конечно, такой функциональность не несет. Хотя в условиях гололеда, возможно, спасет голову от удара при падении. Обязательно ставьте лайки к этому видео, подписывайтесь на мой канал, если этого еще не сделали. Также посещайте мою группу ВКонтакте, посещайте мою страничку в Инстаграм. Кстати, туда я теперь выкладываю фрагменты своих роликов, поэтому вы можете вспомнить какие-то наиболее интересные из них. Ну а с вами была Наталья Ксимчак. Всем до встречи, дорогие друзья, и пока! Субтитры подогнал «Симон»!